Теперь ругаться матом и в интернете запрещено. Сегодня день борьбы с ненормативной лексикой. Руслан Куркмазов изучил будущее особых слов и крепких выражений народов Крачево-Черкесии. У вас есть словарь ненормативной лексики? Лайла Русова сегодня пришла в библиотеку, чтобы выяснить, можно ли официально прочитать то, что начали блокировать в социальных сетях. Вот есть такой интересный словарь. Русская феня. Так ненормативная лексика – это хорошо или плохо? Вообще в психологии есть принцип неоценочного отношения, поэтому говорить хорошо, плохо психолог не станет. Дело в том, зачем это все производится. Зачем психике нужно использовать нецензурную речь? Для разрядки эмоций. Эмоции в основном негативные, гнев, ярость. Именно потому, что другой, иной какой-то разрядки не получается в данный момент осуществить, разрядка происходит вербальным образом и очень эффективно. Поэтому для разрядки, если так ставить вопрос, то используя ненормативные лексики в этих целях, она как бы наименьший урон наносит окружающей среде. Вы ничего не ломаете, никого не бьете, никого не убиваете, просто вербально выражаете эмоции. Ненормативная лексика народов Карачао-Черкесии. Она существует. И даже дети знают крепкие слова. Я бы не сказал, что наши читатели матюкаются. Может, они при вас не матюкаются? Может. Но я не слышал. У ногайского народа есть словарь пассивных слов. И там около тысячи слов из ненормативной лексики. Хотя некоторые из них очень даже литературные и приличные. Например, огурец на русском языке. На ногайском хаунбала. Ага. И еще есть такое слово из фольклора, конечно. Кияр. Ага, вот так. Но я не считаю, что это матерное слово. Это тоже литературное слово. Но есть аулы, где половина аулов разговаривает на этом диалекте, половина на другом. То есть и это слово, и то является литературным. И каково теперь будущее ногайского огурца? Неужели социальные сети будут блокировать это слово? Не пострадают ли от этого стихи и рассказы о тружениках села? Если на русском языке нельзя в социальных сетях употреблять мат, то можно ли это делать на родных языках народов Карачаева-Черкесии? Ведь нет никакого нормативного акта, словаря или какого-либо другого документа, который доказал бы, что то или иное слово является плохим. Но в Роскомнадзоре нам дали совет. Если вам кажется, что кто-то употребил плохое слово и вас это как-то оскорбило, обидело, то надо обратиться в администрацию социальной сети. Если там не заблокируют этого пользователя, то после этого необходимо обратиться в Роскомнадзор. Только вряд ли кто-то будет так заморачиваться. Руслан Куркмазов, Рашид Токов. Вести. Карачаева. Черкесия.